Александр Яковлевич Каплан Александр Яковлевич Каплан Александр Яковлевич Каплан можно сказать, что я говорю о своем, то есть то, чем я конкретно занимаюсь, или отголоски того человека, чем я конкретно занимаюсь, куда это ведет, в общем, вот так, то, где я конкретно работаю, и вокруг этого, и как это ведет, в общем, к нашим высшим психическим курсам. Ну вот сегодня речь пойдет, мы их так назвали, нашу встречу «Мозг. Магия. Воображение». Но речь идет о том, не об одной из высших психических функций, а просто это такой портал воображения, это некоторый такой портал, ну, просто мы договоримся сейчас, через который можно посмотреть, как работает вся механика мозга. Конечно, в наш час или полтора часа мы ее не разберем до первооснов, но я хотел бы вот такие забросить, такие крючочки, где можно будет задуматься, и у нас будет немножко еще времени на вопросы, поэтому можно будет что-то, если что не ясно, или что-то заинтересовало, мы можем обсудить. Так, а где мой кликер? Вот он. Спасибо. Да, ну вот идея, с чего я хотел бы начать, пришла ко мне. Да, ну вот я немножко по-другому озаглавил уже конкретную презентацию, видите, мир внутри нас, но мозг, это все-таки еще не мир внутри нас, вот это вот и есть дилемма, которую я хотел бы сегодня обсудить, и поэтому подзаголовок «Мы» – это больше, чем наш мозг. Ну, вот так сходу это не расшифровать, но почему я взял именно такой подзаголовок? Потому что некоторое время назад, обычно книга Дика Сваба «Мы» – это наш мозг, и Дик Сваб, он очень известный профессор, публицист, несколько книжек, книжки-бестселлеры, и это было где-то в 2012 году или в 2011, когда вышла эта книжка, меня пригласили на встречу с ним, ну, для презентации книги. Я имел возможность с ним пообщаться и прочитать быстро его книжку, в общем-то был впечатлен, она до сих пор такая актуальная, там подзаголовок, видите, от матки до Альцгеймера речь идет о том, что человек получает такие психические, такие психофизиологические свойства от самого начала, чуть ли не от момента зачатия, и они закрепляются за ним вот так по всей жизни, и это держит человека, ну, получается так, что ограничивает его свободу, вот эти вот мозговые сети, эти цепочки мозговые, ну, вот он уже из них с трудом может выбраться, и если его перевоспитывать, то это с трудом все это делается. И вот такой лозунг у дикарства Свава, что психическая сущность человека полностью определяется физическими, химическими, там, нейрофизиологическими процессами в головном мозгу. Ну, вроде бы ничего, ну, конечно, а от чего еще? Я с этим не согласен. На самом деле, когда я только прочитал книжку и с ним сидел, разговаривал, ну, в общем, да, много интересных, много интересных клинических случаев, но я как-то не осознал, что я с ним совсем не согласен. И поэтому под заголовок «мы» — это не наш мозг, мы больше, чем наш мозг. Вот посмотрим почему. Ну, кстати говоря, потом в разных интервью он давал какие-то ответы, и я убеждался, что как-то вот это тут вот некоторый спор получается. Так нам не пришлось подискутировать, он фактически больше не приезжал в Россию, но тем не менее, вот посмотрите, верите ли вы в любовь? Его спрашивают, ну, посмотрите, что он отвечает, верите ли вы в любовь? Или это что, нечто большее, чем, ну, какая-то биохимия, там, нейрофизиология в мозгу? Ну, вопрос опять, а что значит нечто большее, что ж там еще? И есть ли какой-то более глубокий смысл у любви? Ну, любовь как высшая, одно из высших таких человеческих чувств. И вот что он отвечает? Да, это биохимическая реакция в мозгу, как и любые другие наши эмоции, мысли и даже поведение. Ну, просто так склалось, сложилась там какая-то нейрофизиологическая реакция, какие-то биохимические процессы, медиаторы, и все, и все так запустилось, и вот так вот как бы как внутри у нас, представьте себе, шестеренки. И заработали, 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 и любовь. Это называется любовь. Но тут насмехаться не на чем, потому что, ну, а что? Что тогда, кроме этих шестеренок? Ну, и он тут еще и поясняет, что, ну, а что? Что такое любовь? Ну, это специальный смысл, конечно, для того, чтобы люди не разбежались. Вот надо же как-то создавать пару, чтобы дети были, чтобы устойчиво было. Поэтому вот как-то так закрутилось все, и мы находимся в иллюзии, что это вообще любовь, а на самом деле смысл такой, чтобы пара оставалась вместе, дала потомство, ну, и так поехали дальше. Вот все-таки, может быть, что-то есть большее действительно. И вот какие вопросы тут можно задать? Я сразу предупреждаю, что вряд ли мы вот сейчас, или я вам сейчас отвечу на эти вопросы, потому что они так пунктиром пройдут. Тут вот каждый из вопросов, которые я вам сейчас покажу, может быть, нужно было бы отдельно так разбираться. Но все-таки, ну, смотрите, я могу прочитать, но вы видите, тут крупно все. Смысл такой, ну да, это машина, механика. А как же мы делаем очередной ход в шахматах? Я объясню, в шахматах рассчитать, просчитать ходы невозможно. Ну, то есть можно там на один, два, три, гроссмейстер, там, три-четыре хода в дебюте, допустим, а в середине вообще там непонятно, как считать на два хода вперед даже. И никакая машина в мире не сможет просчитать ходы, там, на, скажем, на десять ходов даже вперед. Ты чувствуете, вот, сколько всего? Десять ходов вперед, никакая машина в нем. Комбинаторика высокая, чрезвычайно высокая комбинаторика в шахмане. Десять сто двадцатых таких осмысленных позиций. Ну, это Нобер Виннер еще считал. Десять сто двадцатых, это вообще-то многовато, это больше миллиарда долларов. Это, ну, десять восьмидесятых, это количество атомов во Вселенной. То есть огромное количество комбинаций, никогда никто не сможет их перебрать, посчитать и так далее. Тем более, что тут мозг человек может делать. А тем не менее, люди играют в шахматы и делают эти ходы. Кто, как, как они это считают, если там вот эти цепочки. Значит, они где-то должны прерваться, и откуда ты должна прийти мысль. Так, ладно, давай так делай ход, такой-то ход. Откуда? Вопрос. Второе. Что же задает нам высокие цели жизни? Ну, не конкретно, что вот нужно отсюда, из пункта А подойти в пункт Б. Высокие цели, цельевая остановка. Для чего вот на этом отрезке жизни, зачем мы тут трудимся? Тем более, мечты, творческие озарения. Что это все? Расчет машины? Тоже машины, которые у нас в мозгу цепочки, биохимические реакции. Поехала и рассчиталась, и все, и вот так. Сомнительно. Что движет нам, нами в познании мира? Ну, такой серьезный вопрос. Вот, что значит познание мира? Ну, пошли в школу, ничего не движет. Учитель там, и родители заботятся, чтобы мы, говорят, надо это вот выучить, этот предмет. Но даже в раннем возрасте мы понимаем, что обладаем какой-то интенцией, каким-то таким болевой установки узнать что-то дополнительное. Самый такой маленький ребенок, который только получил свободу, посмотрите, понаблюдайте, он уже изучает этот мир. Что это за такой импульс? Это что, вот эти тоже цепочки биохимические реакции? Кто-то задает или что-то, задает эти целевые установки, надо чего-то изучать на всякий случай или для чего, непонятно. А, в принципе, биологи будут объяснять, а биолог, в принципе, ну, такому исходному образованию. Биологи отвечают очень просто. Они познают мир в пределах того, что нужно для адаптации в среде обитания. Ну, как вот, как кошки, там, крысы, комары. Они познают тоже этот мир, ну, вот для того, чтобы адаптироваться в среде обитания. Еще два вопроса, отдельно точнее. Нет ли в мозгу чего-то большего, чем записывание по полной жизни в нервных цепочках и инструкции? Вот нечто такое, что подсказывает нам очередной ход шахматы, что держит нас в напряжении по полной достижения какой-то цели, которая, может быть, совершенно никакого отношения к адаптации в этой жизни не имеет. Ну, вопрос. И самый такой вопрос уже на грани, который выводит, может быть, меня из этой аудитории в какую-то другую аудиторию, но я все-таки его вот задаю. Нет ли в мозгу чего-то большего, чем опыт нашей индивидуальной персональной жизни? А что там такое еще может быть? Ну, мозг наш. Ну, ладно, там еще что-то, может быть, прибавка. Ну, опыт-то персональной жизни уже какой? Кто-то еще к нам вселился, подселился, что ли? Нет. Мистики в этом вопросе у меня нет. Ну, вот на все эти вопросы все-таки по ходу дела я попытаюсь дать пунктирные такие ходы, как можно было бы здесь порассуждать. В принципе, я имею позитивные ответы на все это, на все вопросы. Ну, так для наглядности. Давайте мы просто теперь будем как в эксперименте. Вот, смотрите, в уголке этого большого экрана некоторые изображения. Первый ряд, может быть, что-то еще видит. Давайте я подсвечу. Вот так. Большая подсветка. Тут вообще видно что-то? Вот кто-нибудь скажите из второго ряда. Там видно, что там такое? Что? Человек-человек шляпит. А, и дальше даже видно. Ну вот. Да, человек шляпит. Вам задание. Но мы проверять не будем. Это не домашнее задание. Прямо, значит, так я оставлю без проверки. Но вот попробуйте дорисовать картину, из которой взят этот маленький кусочек. Этот маленький кусочек взят из правого нижнего угла этой картины. Вот как ее дорисовать? Вот, значит, вам пустое пространство. Вы очистили свое мысленное поле до чистого листа. Как достроить эту картинку? Между прочим, это очень хорошее упражнение. И чувствуете, куда я веду. Тут должно, конечно, работать воображение. Но сразу понятно, что если кто-то знает эту картинку, допустим, то уже он мог бы что-то построить. Но глядитесь, то, что вы построили, это отвечает той картинке, которую вы знаете. Оно, может, не соответствует. Хотя вы ее знаете. Но я взял очень редкую картину. Она находится в Центре искусств в Москве. И сейчас я вам ее покажу. Но просто, чтобы крупнее было, может быть, она это напомнит вам, о чем тут речь. И попробует достроить эту картину. Это голубое. Это что такое? Озеро или море, или лужа. Что это? А чем он окружен? Вот этот мужчина в шляпе, как вы говорите. А? С сетью. Кто сказал сетью? Ну вот, видите, значит, это не очевидное утверждение, между прочим. А особенно, ну, я просто укрупнил здесь. Это уже крупнее, чем на самой картине. Но, тем не менее, вот она сейчас будет вся картина, или что тут еще будет? А, ну давайте все-таки какое-то определение дадим этому воображению, раз мы про него говорим. Я вообще не любитель брать какие-то определения из Википедии. Ну, так, чтобы мы немножко понимали, как это вообще принято. Ну, а что? Ну да, способность человека к спонтанному или преднамеренному представлению в уме какого-то образа, объекта. И, видите, этот объект даже, может, не встречался никогда в жизни. То есть, если вы представите какого-нибудь розового коня, он же в жизни не встречался, но как объект вашего воображения может быть. Так что вот этот вот процесс это и называется воображение. Ну, тут еще сказано в Википедии, и это действительно так. Видите, воображение играет важную роль в таких психических процессах. Я специально это видел, как память и мышление. Казалось бы, при чем тут память и мышление? Воображение? Воображением. Вообразили себе какого-нибудь, какое-нибудь существо или какой-то объект? И все. При чем тут память? А дело в том, что память не может работать без воображения. Чтобы что-то в памяти, из памяти как-то представить, оно куда-то должно прийти воображаться. Это не важно, откуда, из каких загашников, из какого багажа приходит нам воображение. Прямо ли из реальности или еще откуда-то. Поэтому память, конечно, тут взаимодействует. Либо вообще это как-то одно и то же там единым механизмом вязания. То же самое мышление. Мышление, чтобы нам как-то сообразить, что там происходит снаружи, но опять нужно привлекать воображение. В общем, это взаимно проникающие какие-то такие процессы в мозгу. Хотя на факультете психологии каждый из этих процессов изучается полгода. Психология памяти, психология мышления, психология сознания, психология восприятия. Так вот полгода каждый курс. Но это не означает, что прямо они отдельно так существуют. Это просто дидактический бильон, как же их изучать. И мне нравится одно из лечений. Очень много, много философов занимались и занимаются вот этой проблемой, что такое воображение. Мне нравится одно высказывание Иммануила Канта. И это просто вырвано из всего. Высказывание, потому что просто философы очень много рассуждают. Много. Исторически от Аристотелей все они уже продумывали, что такое воображение. Ну вот Канта. Видите, чувство прекрасного это ощущение удовольствия от воображения. Вот откуда эта эстетика берется. Надо сначала этот объект, который даже мы прямо сейчас видим снаружи, надо его погрузить в себя и там получить удовольствие от того, какой же объект. Но при этом человек чаще всего понимает, что он его освоил. Если это музыка, она уже теперь звучит в нем. И вот это ощущение вызывает чувство прекрасного. Поэтому много подхвачено таких, что внимательно читать, много подхвачено таких оттенков воображения, которые выдвигают его на какой-то первый план в умственной деятельности человека. Но все-таки и так вот белое полотно, вот этот маленький кусочек в угол тела экрана, и сейчас появится эта самая картина. Довольно редкая, но можете ее увидеть в Центре искусств. И, видите, конечно, трудно было бы вообразить, не зная, но если бы я только вывел бы вам Айвазовского, уже можно было бы вообразить больше. А с какой стати? Ну, Айвазовский, ну да, писал там картину на эту тему, но оно какими-то ассоциативными связями уже выхватывает из вашего, ну, можно сказать, ума, выхватывает какие-то отсеки, которые начинают дорисовать, что же там происходит. Ну и дальше, если бы я там еще что-нибудь, какой-то кусочек оставил бы на этой картине, то есть мы так устроены, что все время достраиваем нечто большее, чем есть на самом деле. Но просто вот в данном случае я вам показал, когда уже очень мало осталось от того, что есть на самом деле. Поэтому трудно было представить всю картину. Ну вот еще один пример, больше не будем погружаться. У меня мало времени у нас. Смотрите. Ну вот это тоже довольно известная картина, она тоже в Кушкинском музее есть. Я вот выбрал такие, которые можно прийти и еще посмотреть. Но это особенно интересная картинка. Я потом съездил в это место, где художник писал это полотно. Айбазовский написал эту картину в 1891 году. Там было написано. А вот эта картина в 90-м году. Примерно одно и то же время. Но Ван Гул уже больше никаких картин не написал, потому что спустя 10 дней, там 12 дней, он пришел в гостиницу с простреленной грудью и через пару дней умер. Вопрос такой, что нарисовано вот в этом куруде? Что там изображено? Лошадь. Что, прямо-таки единогласно лошадь, если очевидно, да? Ну, конечно, да. Я почему-то слышу вот именно такие ответы. Лошадь, лошадь. Ну, давайте я укрупню все-таки. Картина визуально, конечно, она не такая большая, как вот здесь выглядит. Видите, 70 на 90 сантиметров. Но я еще крупнее сделаю, чтобы мы все-таки рассмотрели, что там лошадь или не лошадь. Ну, смотрите, где лошадь. Ну, несколько москов. Ни один из них не является признаком лошади. Ничего нет. Просто ни головы, ни ног, ни туловища. Через туловище это вообще там две клетки, через которые просвещивает поле. Ну, хорошо, коляска это ладно. Там колесо выдает, что это коляска. А вот лошади там нет. Ну, никак. Тем не менее, странно. Вы все, почти все, кто-то говорил, что это собака, но, значит, почти все считали, что это лошадь. С какой стати? Вот объективно, если у нас есть цепочки в мозгах, такие, которые закрепили, значит, что такое лошадь, но они должны отработать и сказать, нет, неизвестные науки, существо там или вообще неизвестно что. Почему мы так быстро говорим, что это лошадь? Ну, вот, можно сказать, ассоциативная память. Ну, понимаете, это все равно что ничего не сказать. Колесо слишком здоровое. Что, что здоровое? Колесо слишком большое и как бы здоровое. Нет, нет, ну да, но колесо это значит контекст, да, уже получается, не только там, вот просто ассоциации, это еще непонятно, что такое ассоциация. А вот контекст, да, совершенно верно, контекст, да, и он может подтолкнуть к тому, что назвать это лошадью, но вы-то это не имеете права формально делать, лошади-то нет, мало ли что там будет нарисовано вместе с колесом. Ну, это общий характер картины, то и более нет. Ну, вот видите, контекст, контекст, а вот так, чтобы мне не доказать, что это лошадь, у вас нет доказательств никаких. Вот, это означает, что опять же, опять-таки, вот у нас, конечно, цепочки есть какие-то, ну, что значит цепочки? Ну, да, вот такой мазок, такой мазок, такой мазок. А где вывод? Откуда этот вывод делается? Сейчас, секундочку, секундочку, все-таки. Давайте сделаем первое предположение. Такое. Возможно, что у нас постепенно складываются, где-то складывается все, что мы когда-либо видели. Вот мы видели много собак, много лошадей. И вот это как будто, как будто бы становится трафаретом. Вот мы видим что-то, оно сразу встречается с трафаретом. Там, собаки, слоны, верблюды, прочие. Ну, видно, что это похоже, что что-то такое из животных. И вдруг там лошадь. Лошадь совпадает лучше, чем все остальное. Здесь лошади нет. Но реальная лошадь совпадает лучше. И вот мозг тогда, может быть, так устроен, что раз уж на всякий случай отвечу то, что лучше совпадает. И, значит, получается лошадь. Примерно так и устроено. Более того, тут есть хорошая высокая математика, потому что с какой вероятностью и для чего люди интересуются, что здесь лошадь и не лошадь. Если интересуются с такой целью, что там либо много денег обещают, если угадают, либо это смертельный номер какой-то, тогда, значит, вот эта вероятность совпадения должна быть очень высокой, потому что цена ошибки очень высокая. А если просто так, вот, ну, на всякий случай скажу, вероятность тогда может быть и низкой, может быть и совпадет. Вот, так что там в глубине идет такой процесс, конечно, решений. Но главное это, что есть трафареты, есть модели, с которыми сравнивают. И это, скорее всего, так, потому что, ну, если вы никогда не видели этот объект или это существо, и оно ни на что не похоже из ваших трафаретов, все, но вы не знаете, что это такое. И вот такая гипотеза. Но у нее есть очень большая проблема. Неужели у нас достаточно памяти, чтобы все, все на свете, что мы видели, оставлять в голове слепки, там, фотографии как бы, чтобы это были вот такие шаблоны. То, что мы уже увидели и уже знаем точно, что это такое, значит, те же лошади, сколько лошадей видели, всех, значит, нужно расписать, всех оставить там в голове, потому что, ну, а может быть, это не нарисовано уже хорошо, как лошадь, а я вас спрошу, какой она породы. Значит, опять же, трапареты по всем лошадям, какой там породы, или собаки. Поэтому, неужели у нас вот так много памяти, что мы запоминяем все на свете, и все лежит на всяких полочках, и как только приходит какой-то список признаков, они сразу проходят через все-все трафареты. Ну, те, кто, те, кто, может быть, работает в IT-практике, чувствуют, что что-то не то, слишком многовато всего, и для памяти, даже для головы, многовато, вот что-то не так. Но как? И, в частности, если что-то такое есть, большее, чем вот, чем, ну, что-то, что управляет этим процессом, над этими шаблонами, может быть, это вообще не шаблоны, а некоторые такое, что говорят, да-да, это похоже на лошадь, это не похоже на лошадь. И, ведь мы только восприятие сейчас рассматриваем, а есть же еще управление нашим поведением, там тоже надо как-то давать команды телу адекватные ситуации. Значит, там процесс решения, не что мы видим, а как нам действовать, тоже какой-то идет. И вот впервые, так просто для истории, впервые, у меня в презентации вот такая штука получается. Назад, вперед, не идет ни туда, ни сюда. Впервые, первые такие предложения дал Декарт. Это 17 век. О, появилось, видите, кто-то управляет вот всем. там что-то надо, режим не тот, все равно. Впервые, кто высказал первые гипотики, те реалистические, потому что можно было бы это все отдать какой-нибудь мистике, ну так бывает и все. Но материалистические такие концепции с механизмом придумал Декарт. Собственно, его идея очень простая была. Если надо было ответить на вопрос, кто управляет нашими действиями, для него это был первый вопрос, а потом уже нашим восприятием, кто управляет нашими действиями. У него такой был пример, очень простой. Если человек коснется горячего предмета, то тут же отдернет палец. Кто ему диктует это движение? Никто. Сам, сама внешняя среда. Потому что есть, конечно, рецептор, который чувствует это опасное тепло. От рецептора идет сигнал в голову, а здесь он переключается на адекватные для этого случая мышцы. Адекватный там коммутатор, где сразу же понятно, что это такие рецепторы тепловые, что это сверхпороговые, надо убрать руку, а рука управляется конкретно этими движениями. Туда переключается эта сила этого стимула и рука отдергивается. Никто не управляет. Управляет сам этот стимул внешняя среда. Внешняя среда управляет нашим поведением. Из этого выросло целое такое направление психофизиологии, физиологии, дихиалеризм. То есть среда, семья и школа, среда определяет человека. И если нужно сделать нового человека, то нужно его поместить в специальные условия и можно перевоспитать так, как надо. была такая эпоха и не только в России, в разных странах, где вот этим пользовались. Теоретически это подоплекает. С этим более-менее понятно, но вопрос в том, а кто же так точно подогнал? Ведь ситуаций много в реальности, в мире, в среде обитания. много ситуаций. Неужели под каждую ситуацию, каждая комбинация рецепторов, там же не только тепловые, там и слух, и зрение, там все, что угодно. И под каждую комбинацию есть тонко настроенный ответ в виде команд для мышц. Ну, так есть, можно сказать, да, человек сложен, у него так все хитро устроено. Как это так? Кто это сделал? Ответа не было, поэтому, в общем-то, не очень-то верили Декарту и скорее склонялись к тому, что механизма никакого нет, все слышит, дано и все. Но, в конце концов, через 200 лет пришел ответ Дарвин. Эволюция все так хитро скоммутировала, просто эволюция шла только для одних млекопитающих 300 миллионов лет. И понятно, что в ходе пробы и ошибок те животные, у которых не очень хорошо было скоммутировано, но они не дали потомство, у которых очень хорошо, больше потомства и так далее, и так далее, и так далее. Все отшлифованная эволюция. С этим успокоились. Ну и вот этот примерчик, это книжка Декарта, которая называется «Человек, ну, о природе человека», где про это эти рисунки приведут. Это вот одегрение руки. А вот это вот восприятие. В общем-то, такая же история. Что-то перед глазами есть, например, вот эта стрелка, она с помощью глаз передается на внутренний, на внутренний, сейчас обпорудуем вот-вот-вот сюда, на внутренний такой проектор, который, собственно, и определяет, что перед глазами. Ну вот здесь уже начинается мистика, как он определяет. Но чувствуете, идея-то все равно та же. Та же. То мы говорим какие-то шаблоны, ну он говорит, какой-то там проектор, а ведь все-таки это был 630-й год. Ну, так тогда это можно было понять. Идея примерно похожа. Но вот функция этого проекта, откуда он там взялся, что такое. В общем, здесь полная мистика, поэтому ему пришлось сказать, что все-таки там, и он как-то очень сильно привязан, вот это вот восприятие привязано к внутреннему состоянию человека, поэтому ему пришлось сказать, что эта душа уже все делает, и все. И отстаньте от меня. Ну, в общем, отстаньте, это вообще говоря непросто, потому что, вообще-то говоря, время было такое суровое, и отказываться от того, что кто-то вне нас контролирует все наше поведение, было опасно. Галилей Галилеет сидел почти 10 лет до самой смерти в тюрьме, ну и там, в домашней тюрьме, неважно, и умер от болезни, потому что, вот он высказывался о гелецентрической модели Вселенной. Так что, все было довольно-таки опасно. Но, пришли новые времена, видите, вот прошли эти почти что 200 лет, и вот смотрите, какие эксперименты сделал очень известный, но это самый такой крупный, самый крупный коррекет физиологии в Европе. Сейчас там и институт имени Клюгера, и журнал до сих пор выпускается, такой самый, такой ответственный. Эдуард Клюгер, смотрите, такой опыт он сделал, простой. две лягушки, их можно вот так подвесить, и дергаются, дергаются, ну там минут через пять успокаиваются. И вот лапки висят вниз, задние, можно лапку так, в лапку, под лапку подставить стаканчик с водой, ну, это ничего, вода и вода. Можно подставить разбавленной серной кислотой, ну тогда она будет там немножко жечь, она дергает лапку. вверх, это очевидно, ну, нормальный рефлекс. Вот чего она дергает эту лапку? Ну, согласно Декарту, там все так устроено, как вот отдергивание от руки, все настроено переключение, так что эта лапка дергается. Хорошо, дальше поехали. Модифицировали этот опыт, на брюшко лягушки прикрепили, ну, такую бумажку, смоченную этой кислотой. Конечно, ей тоже печет. В этой ситуации она лапкой той же стороны сбрасывает эту бумажку. Сколько бы раз вы ее туда не приклеивали, она тут же ее сбрасывает всегда лапкой той же стороны. Ну, потому что так сделана уже была революция, что, соответственно, если с другой стороны приклеить, нам будет лапкой другой стороны. И вот тогда Крюгер задумался до простого эксперимента. что будет, если он схватит эту лапку? Не даст ей дергать этой лапкой. Лягушка запросто взяла и снесла эту бумажку другой лапкой. А вот это уже была проблема. Какая-то ерунда, проблема для физиологии, потому что это означает, что прямо на глазах перекоммутировался этот коммутатор. То есть он вот был создан эволюцией, там, миллионы лет, все это прошло, а тут все на глазах все произошло. Кто это сделал? Это, вот видите, мы ведем туда, что мозг это больше, чем мы, это больше, чем мозг, лягушка это больше, чем ее мозг. Кто-то быстро переключил, причем очень целесообразно. как это может быть, если та лапка не приспособлена была для этого дела? Ну вот, пришлось признать, что в мозгу, в мозгу лягушки есть такая душа. Причем, ну уж, так и скажу, что ее еще взяли, пересекли, отсекли головной мозг от спинного, и все равно лапка отдергивалась. Это означает, что что-то есть в самом спинного мозга, так и назвали, спинно-мозговая душа. А спинно-мозговая душа флюгера, все, в спинном мозгу есть душа, у лягушки. Но в этот период, когда вот только что сделали эти опыты, в Европу приехал наш соотечественник. Ну, это вообще-то говоря о крупнейшей такой физиологии Иван Михайлович Сечин. Вот он здесь находится, в моем кабинете, в моей лаборатории висит большой портрет Сечинова, потому что в 900-м, в 900-м был заведующий нашей кафедры. И когда студенты там начали бунтовать, что-то там не понравилось, у некоторым не понравилось, еще чего-то такое, в общем, прямо бунтовать начали. Тогда руководство сказал, ну, вы не хотите принимать эти условия, мы вас отчисляем. Тогда Сечин сказал, что и меня увольняйся, и он стал вместе со студентами. Но гораздо раньше, в 900-м году это происходило, а в 62-м году он приехал в Европу, там доучиваться, смотреть, его главным образом интересовала вот эта тайна этой мозговой души. И тогда он тоже с этой же лягушкой начал возиться. То же самое, все то же самое, но у него идея была такая, никакой внешней силы, которая переключила этот мост, нет. Она внутри мозга. Там просто есть нечто большее, чем вот эти коммутации. Надо это найти. Это было 50 лет назад, 170 лет назад уже. А идея вот та же самая, найти вот это нечто большее. Ну что он сделал? Он начал пробовать, макать эту лапку в кислоту, и измерять, как быстро она выдернет эту лапку в кислоту. Ну там не сама кислота, а вот разбавленная очень сильно, просто немножко печет. Там 2-3 секунды и что-то лягушка еще думает, потом отдергивает лапку. И дальше он хотел посмотреть, может быть, если в мозгу есть какое-то место, которое может переключать этот рефлекс, то он может, допустим, затормозить этот рефлекс, это отдергивание, или выстрелить, в общем, как-то его подрегулировать. Где-то должно быть это место. Нужно было очень тонко в разных местах раздражать мозг лягушки. Но мозг лягушки очень маленький, совсем такой маленький. И тогда вообще-то не было таких приборов, как сейчас. Точечно можно было раздражать электрическим током разные точки мозга, как сейчас это можно делать прямо у человека. И мы еще к этому дойдем. И как-то надо было тем не менее эту идею провернуть. И он вдруг вспомнил, что если на открытый участок, раневой участок, там нету кожи, бросить кристаллик соли, то начнется такое жжение. Значит, этот кристаллик соли раздражает ткань. Ну вот он решил брать маленький кусочек кристаллик соли и прикладывать к разным кусочкам мозга, к разным участкам мозга. Но поскольку он сунуть в мозг он так не мог, он так срезал кусочек мозга сверху. Вот видите, у лягушки здесь вот этот вот весь мозг. Ну вот он режет значит кристаллик прикладывал и также значит макал лапку. Нет, она дергалась и дергалась все. Значит этот кусочек этот срез ни при чем. Опускался опускался и вот там где горизонтальная черная линия нарисована там вдруг лапка перестала дергаться. В определенном месте если прикладывать этот кристаллик то лапка перестает дергаться. Значит в этом месте есть кусочек нервной ткани или нервный центр который управляет движениями сам без всяких внешних сил какой-то эволюции и так далее. Он управляет этим движением он может его затормозить не тонкими движениями которыми действительно там коммутаторы заведуют а вот отменить усилить значит это вот есть это оказалось там в глубине мозга и когда он это нашел он сразу понял что раз так значит сам мозг имеет возможность управления поведением например человек дотрагивается до горячего предмета если такие центры есть то человек может удерживать эту руку несмотря на то что это больно что эволюция приспособила этот коммутатор тут же срабатывать какими-то мышцами есть такие центры и вот они-то этим и занимаются ну и сразу просто это было такое время нам сейчас непонятно такие фамилии Чернышевский революционное движение и так далее роль личности в истории и вот в этот момент он понял что раз есть такие центры значит есть психическая регуляция человек сам может настроить себя не отдергивать руку что-то есть такое что позволяет человеку идти против природы против этой эволюции ну и психическая регуляция воля личность это в то время там эти все были выступления так что это было очень-очень прямо ко времени ну и эта книжка была запрещена там чуть ли его там не посадили в кутоску но тем не менее опыт был сделан все 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 знали и в последующем получается что именно вот Сычин оказался собственно предвестником и даже может быть отцом психофизиологии вот этой науки где физиологическое начинает связываться с психическим ну а теперь все-таки давайте вот общий взгляд как же это такая регуляция может быть в мозгу в какой стати вообще регулировать допустим движение или восприятие даже вот можно регулировать восприятие я смотрю допустим на слона но у меня так подрегулировалось я считаю что это лошадь возможно ли такая регуляция есть ли такие какие-то элементы вот посмотрите как устроено все в мозгу ну здесь просто такой срез видно что от глаз идут нервы вот в затылочную область зрительную кору здесь видно что пока они идут тут есть несколько переключений пока все это дойдет зрительной коре ну и что оказалось что из передней коры вот здесь вот это затылок и у нас тут вот красный зеленый это затылок а там из передней коры фронтальная вот лобная часть идут связи по которым регулируется то что приходит в зрительную кору то есть если информация пришла в зрительную кору так она еще может подрегулироваться тем что придет из лобных областей мало ли что они там затеяли эти лобные области но они держат под контролем то куда приходит первичная информация это означает что они могут ее перевернуть так как так сказать им интересно ну поскольку они в том в том же мозгу значит они как-то действуют во взаимных интересах но тем не менее контроль есть и есть контроль из других областей мозга причем на всех уровнях прохождения этого зрительного сигнала и наконец сама зрительная кора видите красные стрелки она может регулировать прохождение зрительной информации к себе самой то есть она может как бы выставлять фильтры вот это мне совершенно не нужно на коре я тут обойдусь без этих ваших сигналов все зарегулировано действительно мозг имеет все регуляции по ходу приема ощущений впечатлений и прочего нет такого теперь запрета что вот что вижу то и есть нет мы не знаем теперь что мы видим потому что все находится под контролем вот этих вот связи а эти связи работают в связи с чем что они какие-то автоматы не в интересах нашего мозга что-то мозгу настраивают все эти команды все эти контроли таким образом чтобы то что я вижу придет именно так как нужно вот этому вот этой вот сущности которая под контролем которой находится все что это за сущность и это реальные связи это не просто схема здесь вот мртшные там карты в общем это все реально существующие связи и вот теперь несколько слов про то что Роман говорил здесь не будет не будет про количество неровных ну нельзя обойти просто я хочу здесь показать что мозг в общем-то не такой простой как вот на схемах мы рисуем довольно сложно я здесь начинаю значит всякие мантры читать когда вот такой мозг появляется на звездном небе о том что он самый загадочный самый таинственный ну на самом деле самый сложный объект во вселенной ну вдумайтесь кусок материи из атомов и там электронов бозонов и прочее как вот этот кусок материи все то же самое но он как-то так устроен что он впитывает внешний мир и отражает его в себе он его понимает он его по полочкам раскладывает внутри себя некоторые куски материи которые вот так вот таким образом занимаются таким делом занимаются а ведь надо же представить себе что когда-то ну как говорят был большой взрыв все пыль тут разлетелось там не было даже атома были такие элементарные частички ну просто пыль и за там какие-то наносекунды огромные масштабы вселенной была занята этой пыли а потом эта пыль начала сгущаться какие-то появились сгустки и вот превратились такие сгустки которые сидят вот здесь и я в том числе и такой друг друга слушает это же все вот из этих атомов сделано так что это конечно орган такой очень серьезный и высоко насыщенный видите связями это вот срез коры тут две только извилины крупно показаны видите какое количество здесь нервных клеток в поверхностном слое это и есть кора а дальше идут связи другим участком коры внутри там тоже все пересечено и добиться понимания как там что с чем связано довольно-таки трудно потому что очень много очень много всего очень много самих нервных клеток здесь вот эти пятночки разного цвета это нервные клетки которые покрашены в зависимости от того какие там химические какой химии они там пользуются какими медиаторами это кусочек гиппокампа совсем маленький кусочек гиппокампа крысы и вот тоже все так какие-то кабели куда-то идут все перемешано в общем-то чтобы вот как-то просто вот так порезать муск и посмотреть что с чем связано в принципе это хороший ход в некоторых странах так и делается берется какой-нибудь интеловский процессор тоненько-тоненько так можно порезать и восстановить все связи потом их воспроизвести и он работает как настоящий интеловский процессор можно так сделать но мозг как не сделать непонятно все равно слишком большая сложность нервная клетка и будем про нее уже все знаем но это рисунок конечно вот один отросток тут просто важно что этот один отросток главный который дает переносит информацию от данной клетки к другим и он переносит информацию к примерно 10-15 тысячам клеток то есть контактная среда очень богата а остальные отростки они собирают информацию и вот количество числа нейронов эти 86 миллиардов независимо от того чем человек занимается но здесь важно много это или мало там скажем если это пересчитывать ну я не знаю там в долларе может быть это и не так много но это все-таки нервные клетки это же не просто такие простые элементы и если так масштаб посмотреть по весу то вес мозга как таковой может сильно различаться ну средний вес мозга примерно 1400 грамм Эйнштейна явно меньше среднего ну ничего он как-то обошелся вот на 200 грамм меньше но обошелся ничего и там в других местах тоже ну а масштаб по нервным клеткам видите самые близкие к нам так по комплекции чтобы было примерно соотношение такое же тело 8 миллиардов примерно то есть у нас на 80 миллиардов сразу больше чем у ближайших вот таких тоже таких ну хитроумных животных и в общем-то если так разбираться что что мы умеем кроме того что умеют обезьяны надо очень постараться чтобы назвать хотя бы эти вещи ну а дальше просто для масштаба видите мыши крысы резко все меньше меньше и я тут взял каракана тут вообще один миллион нервных клеток но все-таки посмотрите у меня же голова очень маленькая а он такой сообразительный то есть миллион нервных клеток все-таки он в голове держит и это вообще подсчитано значительно довольно-таки недавно нужно было найти такой метод чтобы точно считать и я ждал пока посчитают для слона он же все-таки большой там 4-5 килограмм мозг весит и сколько там нервных клеток поэтому важно было сравнить с человеческим мозгом и все-таки все-таки у него видите 260 почти миллиардов нервных клеток 260 миллиардов нервных клеток я только что хвастался что у меня больше на целых 80 миллиардов чем у обезьян а слон меня опередил там на 160 миллиардов нервных клеток поэтому слон не такой простой как вы думаете но чтобы снять сразу интригу все-таки я скажу что примерно 256 миллиардов примерно 250 миллиардов используется исключительно для мышц слон большой большая мышечная масса каждая мышца состоит из мелких таких мышечных волокон которые по размеру одинаковые что у человека что у крыс это одно и то же но если мышца крупная значит их там огромное количество этих мышечных волокон а к каждому маленькому мышечному волокон подходит отросток нервной клетки значит больше мышечных волокон больше нервных клеток ну и здесь надо сравнивать сколько на коре нервных клеток вот на коре у нас оказывается около меньше 2 миллиардов. Правда, у человека тоже 86 миллиардов не на корее, а это тоже для движения. Угадайте, сколько для движения мы используем из 86 миллиардов? 80. Да, много. Ну не 80, но 60. 60, где-то порядка 60 миллиардов уходит на движение. Движение очень тяжелая вычислительная работа для таких информационно-аналитических систем. Много степеней свободы, много мышц. Все надо, вот один шаг делаешь, сразу работают куча мышц, надо все регулировать, считать. В общем, туда ушло очень много нерапии. Но на Корее все-таки у нас около 20 миллиардов, больше, чем 20 миллиардов. В любом случае больше, чем у любого животного в 10 раз на Корее. Они разговаривают про дельфинов. Дельфины, вот они уж точно, значит, у них мозг, в общем-то, даже больше, чем у человека. Но не такой, как у сломок, но какие дельфины. Вот это грибная, большущий такой дельфин. И у него оказалось 30 миллиардов, тоже немало. Но, опять же, все видите, он большой вот такой, сравненный с человеком. Поэтому эти миллиарды это щелкает движение, движение. Важно это сравнить, сколько элементов, таких операциональных элементов в суперсовременном процессоре. Вот чтобы как-то сделать какое-то объединение, ассоциацию какую-то. Ну, элементарные или элементы, или операциональные элементы процессора, это что? Транзистор, да. То есть некий такой физический элемент, который может находиться в двух состояниях, переключать ток. Идет ток или не идет ток. Ну, собственно, игночка или ноль. Это все можно управлять этим, на этих двоичной системе строить всякие усилия. Так вот, да, значит, эти специалисты мне говорят так, что, ну, те процессоры, которые вот сейчас еще только в чертежах, но вот-вот будут, все-таки где-то почти что с 10 миллиардов дорастут. Но вы же знаете, подложка для транзисторов, она истончается, уже 3 микрона, там 4 микрона, а это означает, что это не микрона, извините, а нанометра. Это намного меньше. И вот получается, что уже где-то до предела доходит, там уже негде будет транзисторы размещать, а уже 10 миллиардов. И вот теперь спрашивается, а что является такой операциональной единичкой в мозгу человека? Ну, ответ, за который можно получить пятерку, это нервная клетка. Ну, хорошо, но это неправильно, потому что такой операциональной единичкой являются контакты между нервными клетками. Там же решается вопрос, будет передан сигнал дальше или не будет передан. Ну, фактически, как транзисторный переключатель. Так что, вот контакты. Поэтому мы должны теперь смотреть, сколько контактов этих в голове, этих операциональных единичек. Ну и множим, возьмем 6 миллиардов, помножим там на 10-15 тысяч у каждой клетки этих контактов, получим миллион миллиардов. Примерно миллион, там больше, меньше, миллион миллиардов. Ну, давайте сравним. Суперпроцессор имеет 10 миллиардов, а в голове миллион миллиардов. Когда это? Может когда это сравняться, если уже сейчас все на пределе с этой техникой? Когда-нибудь там что-то будут квантовые переходы, но это еще надо посмотреть, будут ли они. Там же надо, вообще-то говоря, иметь в виду, что если есть... Мы же говорим о каких контактах? Не просто вот разбросать, например, песчинки на пляже. Ну да, много песчинок, но они не операциональные элементы, потому что к ним надо подвести сигнал, от них надо взять сигнал, и это все правильную разводочку сделать. Поэтому, конечно, можно довести до электронов. Попробуй там подведите всю эту разводку. Поэтому это все не так, с квантовыми компьютерами тоже так не все хорошо. Но на данный момент вообще не о чем говорить. То есть никакие суперкомпьютеры просто не могут сравниться с мощью, вот такой контактной мощи мозга. Но это мы про то, что мозг не просто вот такие какие-то схематические связи, но он очень чрезвычайно сложный. Зачем-то ему нужна гигантская контактная такая среда. Ну, условно говоря, там же эти контакты, это же не просто контакт. Вот вам этот силос, видите, он очень сложно устроен, этот контакт. И он, оказывается, может находиться не в двух состояниях, как транзистор, а там 20-30 состояний. Получается миллион миллиардов многопозиционных переключателей. То есть помножьте эти все комбинаторики еще на много позиций. Ну, какой-то синапс в каком-то месте переключился с позиции 18 на позицию 33, и вот вам уже получается новая комбинация. Конечно, не все эти комбинации, далеко не все используются в мозгу. Ну, далеко-далеко не все, но при такой мощи даже в 100 раз будет меньше, в 1000 раз меньше, все равно это гигантские количества. Так что, вот по оценкам, такой есть очень модный в IT-области человек, Англикун, он изобретатель таких самых-таких прогрессивных сейчас сетей совсем. Он их изобретал давно, но мощности и машины не хватало, быстродействия не хватало, чтобы их реализовать. И вот где-то там с 12-го года пошли уже реальные воплощения тех сетей, они называются конволюционные сети по-английски, а по-русски называются сверточные сети. И вот его оценки интересны, потому что если учесть, что может мозг, то с какой скоростью он должен работать, сколько операций в секунду, вот так, если подойти. И вот он сделал такие оценки, получил 10-18 операций в секунду. Ну, на вот таком китайском языке это один экзофлопс. И нам более известны петафлопсы, оно значит 1000 петафлопс. И что интересно, что берет-то он всего 25 ватт в час. Совсем маленькая мощность. Потребляет мощность-то маленькую, если пересчитывать все просто на джоули. А вот кислород он съедает до 25%, и глюкоза съедает уже до 20% из того, что есть тень. Это означает, что если бы мозг был хотя бы в два раза больше по массе, он составляет 2% у нас, так, примерно, у всех. Но если бы он был больше по массе, примерно, ну, в два раза хотя бы, то есть 3 кг было бы, то он бы съедал у нас 50% кислорода. Тело бы не выдержало. Вы поверьте у себя в пальцах, сколько у вас кислорода, и так уже маловато. Вот. А тут еще, значит, мозг начнет съедать 50%. Просто тело не сможет вытаскивать такой мозг 3-килограммовый. Ну и по глюкозе, а мозг, кроме глюкозы, другого ничего не может перерабатывать в свою энергию. Поэтому ничего бы нам не хватало. Вот это одно из ограничений, почему мозг все-таки вот такого веса. 2% тела. Больше мы не можем себе позволить. Так вот эти вот операции в секунду. Много ли там мало? Вот самая суперсовременная сейчас последняя машина, американская, самая. Ну, вот у нее вот столько операций в секунду. Видите, ну, примерно помножить один экзофлоп, помножить на 0,2. В 5 раз меньше. Но сейчас, вот говорят, вот, 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 сейчас будет уже целый этот экзофлоп, с 10-18-й будет. То ли вот американцы сделают, то ли китайцы. И в конце этого будет вот то же самое по суммарной такой операциональной способности. Машины догонят мозг. Ну и все. Значит, что? Если они догонят в следующем году, значит, все. Мозг теперь уже не нужен. Машины, получается, действуют в такой же, такой скоростные характеристики у нее такие же, как и мозг. И, значит, он может, сможет выполнять все операции, которые делает мозг. Так что готовьтесь. Это буквально следующий, там, еще следующий год. Всех полагоняют с работы. Вот стоять вот эти машины. Ну, конечно, я подшучиваю. Потому что, ну и что? Ну да, операционные эти элементы разгоняются до такой скорости. Ну и что? Ну да, они делают эти элементарные операции вот с такой скоростью. Ну, в этих операциях должен быть какой-то смысл. Они должны как-то объединиться, какие-то процессы, что-то решать. Кто их там будет все это объединять? Ну, что-то делают машины. Играют в шахматы и прочие все дела. Конечно, ну дальше-то до мозга, до того, что может человек, до его творчества, до его, ну, мы все время думаем про воображение, как это в мозгу создаются картины того, чего не было. Ну, куда эти машины? У них нет никакой сноровки. Ну, когда я говорю машины, на самом деле программисты, которые создают программы. Да, потому что машины – это оболочки для программ. Там роботы, все это – плееры. И они проигрывают то, что программа там на программе записана. Вот, поэтому, конечно, нужно сделать такие программы, которые позволили бы хоть что-то в машине, хоть чем-то быть, сравниться с человеком. Когда мне говорят, что она играет в шахматы лучше, чем человек, это никак она не сравнилась с человеком. Конкретная частная задача, которая, конечно, при таких скоростях, объемах памяти, конечно, она будет решать лучше. И так по многим частным случаям. А вот быть человеком с его творческими озарениями, там такого хода пока нет. И там принципиальные ограничения. Я так вот расхваливал мозг. Дело в том, что, вот смотрите, статья. Таких много уже, но 2007 года. В ней рассказывается специальный перевод, тут не делаю, что было нативно. 44 года человеку. Тут написано… Александр Рякович, микрофон, пожалуйста. Да, извините. Значит, тут написано, что мозг, в общем, белого воротничка, как можно сказать, человека, человека такой профессии. 44 года человек пришел к врачу, говорит, что у него тянет ногу. Ну, обычный бухгалтер, там, значит, семья, там, двое детей и так далее, тянет ногу. Когда сделали МРТ, оказалось, что у него нет мозга. Вот, пожалуйста, его снимки, МРТ-шные снимки. Причем, это статья не в какой-то желтой прессе, это самый главный медицинский журнал, Нансет. И вот, посмотрите, вот там, сверху, от затылка, сбоку, видно вот эта вот темная среда. Это жидкость. Мозга нет. Мозга нет, и человек работает в бухгалтере. Нормально все равно. И, смотрите, ну, например, я приведу вам МРТ-шную карту здорового человека, обычного человека. Ну, не здорового, а обычного, потому что тоже здоровый человек. Ну, тянет ногу, что это, можно сказать, что он больной, что ли? Вот, поэтому, видите, как выглядит? А мозга нет. И поэтому, вообще-то, возникает вопрос, а правильно ли мы ориентируемся? Особенно, когда говорим, мы – это больше, чем наш мозг. Может быть, мозг, это вообще ни при чем. Может быть, в чем-то другая наша сущность? Ну, что вот тут делать-то? А это, между прочим, научный журнал, неоспоримые данные. И это не первая, не единственная статья. Делать очень просто. Конечно, журналисты там, буквально что там, говорят на эту тему. Да. Насколько нужен человеку мозг, например. Значит, другие вот говорят, что сознание с мозгом напрямую не связано, потому что мозга вот нет, а сознание есть. И так далее. Но я привел это к тому, что, во-первых, надо читать саму статью. Авторы, конечно, так не пишут, они все полностью объясняют, в чем там дело. А дело в том, что мозг есть. Вот смотрите. Видите? Вот череп. А под черепом вот этот слой, это нервная ткань. Здесь вот кругом нервная ткань. Здесь нервная ткань. Да, этот человек, это гидроциспалия. Такое разбухание желудочков мозга, они наполняются спинномозговой жидкостью и оттесняют массы мозга на периферию к черепу. И поскольку этот факт был установлен при рождении еще, медленно шел этот процесс, и мозг корежился. Его сдвигало в разные стороны, что-то там вообще портилось. Но это внешне до 44 лет он ничего не чувствует. Это, наоборот, говорит о гигантской силе мозга. Как это он может удерживать вот эти высшие психические функции, при том, что он выглядит совершенно не как мозг. Ну, кора не разрушилась, кстати говоря, потому что она прижалась, там, сморщилась, еще как-то, что-то там раздавилось. Но все функции сохраняются, при том, что вот так вот перекореживается. Если медленно процесс идет, то мозг может приспособиться к любым ситуациям. Но что значит мозг? Те процессы, которые идут в мозгу, они не пострадали. Мозг пострадал, процессы не пострадали. Это вообще-то еще хуже, чем говорят эти журналисты, что, а при чем тут мозг? Но вот заметим, что мозговой ткани все-таки достаточно, чтобы обеспечивать элифонс. Так вот, все-таки теперь к более серьезному разговору. Как же все-таки вот это вот и есть главная тайна мозга? И, между прочим, это та тайна, ну, в общем, вокруг этой тайны я и вот моя лаборатория, мои сотрудники, вокруг этой тайны я и работаю. Смотрите, мы уже сказали, что в мозгу хранятся то ли шаблоны, то ли что-то вот от этих внешних впечатлений. Потому что если бы они не хранились, мы вообще бы не могли ничего сравнивать. Потому что они хранятся как-то. Но в памяти ли, или как? Ну, условно говоря, вот посмотрите, получается, вот сейчас я вам расскажу простую вещь, из которой будет сразу, ну, предупрежу вас, сразу будет ясно, что, в принципе, как вот на самом деле мозг работает, я вас не могу, в принципе, видеть. Ну, никак. И вы меня тоже не можете видеть. Это точно, это правда, это установлено. Но вы-то меня видите, сейчас мы с вами установим, я вас просто смогу убедить за одну минуту. Сейчас, секундочку. Но вы же меня видите? Физически это невозможно. Я сейчас покажу. Но вы меня видите. Вот это вот тайна. Посмотрите, как я сейчас докажу, что вы меня не видите, я вас не вижу. Вот девушка перед глазами. Чтобы она как-то оказалась в моем размышлении, она должна попасть в голову, эта девушка. Как она попадает в голову? Ну, в какие-то там области. Она снаружи, в мозгу, там уже, значит, где-то она там начинает жить. Физика глаза очень проста. В школьном учебнике мы все это знаем. Вот та же самая девушка, вот она перед глазами, вот хрусталик, это оптическая система, здесь она в перевернутом виде, проецируется на заднюю поверхность глазного яблока. Там, где располагается, собственно, это и есть слой фоточувствительных элементов, называемый сетчаткой. Там 126 миллионов светочувствительных элементов. Ну, можно сказать, 126 мегапикселей. И вот туда проецируется эта девушка. Это физический процесс. Если там как-нибудь залезть туда в видеокамеры или в аппараты, внутрь глаза, то да, просто как на экране будет видна эта девушка. Она спроецировалась туда. Вот дальше-то что? Вот ей же надо попасть из глаза в мозг. Дальше как ему туда попадет мозг? Нерв. Там нерв, нерв это просто нервные иголоты. Ну, такие тонкие, супер тонкие такие устройства, по которым бегут нервные импусы. Больше там ничего нет. Вот такая структура, внутри у нее минусы, снаружи плюсы. И в какой-то краткий момент происходит репаляризация вибрал. Плюсы уходят внутрь, минусы наружу. И вот эта вот перетасовка зарядов, она бежит вдоль нервных волокон. Все, нервные импульсы прибежали к голове. Где эта девушка? Это не волновод, который может передавать изображение. Она рассыпалась в эти нервные импульсы. Причем, большая часть этих волокон бежит в зрительные области, но там они дейером так распыляются по всей голове. То есть, эта девушка распыляется по всей голове в виде этих нервных импульсов. А айтишники тоже скажут, ну и что? Так все кодируется, кодируется цифрами. Так цифровая техника вся устроена, никакой проблемы нет. Нет, есть большая проблема. Потому что если фотоаппаратом на матрицу фотоаппарата, допустим, снять мое изображение, то, конечно, можно закодировать, с какой яркостью и какой конкретный пиксель находится в поле, которое он видит. Эта матрица видит. И потом передать на другую матрицу. Точно так же просто передать информацию, что этот пиксель зажгите красным с такой яркостью, этот зеленым с такой яркостью. Ну, вот такой коди. Ну, конечно, пиксель в пиксель можно передать, там еще можно группировать, сжать, там все информационные такие дела. И на другом экране появится такое же изображение. Но здесь-то внутри головы нет никаких таких экранов. Виксели некуда передавать, да и тут сжатия огромные, тут по нерву идут всего 1 миллион волокон, а в глазу этих элементов 126 миллионов. Ну и так далее, и так далее. Там много-много всяких таких моментов, что никак она не может быть вот так вот запрограммирована в этих нервных описаниях. Там что-то должно... Она теряется, короче говоря, эта девушка в этих нервных описаниях. Поэтому физически никакой внешний объект, если мы говорим о глазах, не может попасть вот физически в таком виде, в котором он есть, в реальности, в нашу голову. Нету ни одного пути. Но вы там есть. Вот это главная тайна мозга. Почему? Потому что мозг обладает свойством реконструкции реальности. Вот в чем дело. То есть происходит процесс воссоздания новых, новых объектов внутри головы. Конечно, на основе этих импульсов. Но не только на основе. На основе нашего жизненного опыта. Поэтому вы сейчас разойдетесь и, допустим, немножко побеседуете, как я выглядел. У всех будет разное описание. Потому что эти нервные импульсы прошли сквозь ваш жизненный опыт и реконструировались уже в соответствии с вашим жизненным опытом. Я буду разным. Вы видите меня в реальности. Но для каждого будете разным. Единственный, кто может действительно видеть, как я выгляжу на самом деле, это кто может быть? А? Ну, кто-то мне говорит, я сам, если я буду смотреть себя в зеркало. Нет, нет. Ну, я в такой же ситуации, как и вы. Я сам не знаю, какую я в реальности. Я хвост вижу у вас. А? Хвост вижу. Ну, вот, видите. Так что, да, по-разному можно все это, так сказать... Вот здесь уже происходит трансформация. А что это означает? Что реконструкция в реальности? Это уже и есть то, что мы называем воображением. То есть оно появляется у нас в голове, при том, что снаружи был лишь только прототип. И насколько теперь мы можем доверять? Этой новой реальности, которая у нас в голове. Например, я перехожу дорогу. Там, допустим, красный свет. Насколько я могу доверять, что это красный свет, а не зеленый? На сто процентов. Потому что проверено уже. Потому что я знаю, что если пойду на красный, будут проблемы большие. И уже проверено. Я это хорошо знаю. И так каждая деталь. Если она хорошо проверена, мы практически с ней хорошо знакомы, это более-менее соответствует тому, что есть на самом деле. А если практики нет в отношении какого-то объекта, то надо быть осторожным. Потому что мозг имеет вообще этот объект в голове или не имеет? Как вы считаете? Мозг не может не иметь сведения по какому-то объекту, который вот в среде есть. Чего-то, но он должен все-таки про него думать. Вот, допустим, я спрошу вас, как выглядит электрон. Ну, у всех по-разному будет, потому что вы его не трогали, там в разных школах учились, там по-разному вам все рассказывали. Все будет разное. Не имеем практики с этим электроном. Так что вот эта вот среда, это уже вот первый момент, где мы с вами сталкиваемся, что мозг создает новую реальность. И выхода для мозга никакого нет. Все, что прошло через рецепторы, превратилось в нервные импульсы. И теперь все это нужно трактовать, сравнивать с собственным опытом и прочим. Ну что же, исследователи задумались. Хорошо, все-таки в принципе кодирование, конечно, существует. Не такое, как вот с пикселями для электронных матриц. Все-таки мозг как-то понимает что-то, как-то начинает собирать эту девушку. Значит, нервные импульсы для чего-то нужны. Как все-таки происходит кодирование? Один эксперимент. Вот я выбрал этих двух людей, Толстон, Визел, Дэль и Хюмон. Это, видите, эти годы, в то время сплошь все нейрофизиологические лаборатории занимались поиском этого кода. Как его изучать? Вот смотрите как. Между ними там станочек, и там сидит кот. Кот. Вот он. Ну, его просто так немножко зажимает, чтобы он не убежал. Анестезирует там такие места, где может быть ему больно. Он привыкает и сидит. В общем, когда я был вот в аспирантуре, тоже этими котами занимался. Вот. И, значит, через маленькую дырочку введен электрод, который должен почувствовать активность нервной клетки в зрительную кору. Ну и все. Все готово. Ввели электрод. В зрительной коре нашлась какая-то клетка, которая как-то там работает, сколько-то там импульсов делает. И теперь через проектор показывают картинки разные этому коту. Ну, какие ему картинки показывают? Собак, мышей, мясо, других котов, кошек и так далее. Ну, все, что попалось под руку, все смотрели. Ничего невозможно было понять в этой голове у кота. Ни одна из лабораторий не находили кода. Потому что, ну, показывают мышь. Клетка как-то реагирует там, например, увеличила свою активность. Показывает собаку, уменьшила активность. Показывает опять мышь. На этот раз она уменьшила активность. Ну, так. В общем, вариабельно все. Нет никакого правила. И ничего не могут сделать. Много лабораторий, в том числе и в России. В то время уже было пару лабораторий, у которых потом, это были 60-й год, я еще там далеко, в школе еще был. А попозже все равно было пару лабораторий, в которые, когда я уже поступил в университет, я уже у них там немножко подучивился. Так вот, нет ничего. И вдруг, вот что значит, надо быть настоящим исследователем, экспериментатором, получилось. Они, видите, там такой проектор, где можно в слайде вставлять. Каждый по отдельности слайд такой вставляется. И вот когда вставляется, очередной раз они вставляли этот слайд, и по экрану поползла такая горизонтальная, нет, вертикальная косая линия. Вот он, косо рамочка стоит. Пошла вот эта такая прямая линия по всему экрану. Край просто слайд. И в этот момент клетка, которая там у них сидела, никак толком непонятно, как себя вела, бурно доработала. Они взяли еще раз туда-сюда, дергали этот слайд. Работает. Повернули рамку, и теперь уже тот же самый край пошел горизонтально. Не работает. Косо. Не работает. Опять вертикально работает. Тут они догадались, в чем дело, что значит кодирование в нервной системе, в мозгу. Очень просто. Каждая клетка была настроена на что-то свое во внешнем мире. Вот как их теория. Видите, нижний слой клеток в коре, ну какой-то слой клеток в коре, эти клетки чувствительны каждая к своему элементу. Какая-то к вертикальным полоскам, какая-то к горизонтальным. Они просто срабатывают. Они более-менее работают, но бурно начинают работать, когда появляется в поле зрения их родной элемент. Плюс крестики, нолики, квадратики, треугольнички, что-то еще. Не так-то просто собирать было эту коллекцию. Ну, не так просто. И вот такая нашлась. Оказалось, что над ними лежит другой слой нервных клеток, который реагирует уже на то, что среагировал нижний слой. Вот видите, первые три клетки. Если они сработали, первые нижние три клетки, это означает вертикальная линия, горизонтальная, ну, допустим, два кружочек, то тогда сработает клетка второго слоя, который собирает именно эти элементы. Ну, тут стилизация такая, что это, значит, уже похоже на лицо. То есть, эта клетка уже будет детектировать такую совокупность элементов, которые похожи на лицо. Над ними, ну, если будет другая комбинация, значит, что-то другое. Вот автомобильчик можно там детектировать. Над ними еще более сложные клетки, расположенные, которые уже контролируют средний слой, и в зависимости от того, на что тема реагировали, начинают обобщать выше. Так работает сейчас современная сеть искусственных нейронов. Но для того времени это было, видите как, 80-60 лет назад. Это было неслыханно, и они так и писали там в своих дневниках, я читал, что это просто было неслыханно, что вот именно так кодируется все в нервной системе. То есть, мы смотрим глазами так проводим, и у нас тут же возбуждаются нервные клетки, которые сразу схватывают. Ага, горизонтальная или не горизонтальная, там горизонтальная, тут горизонтальная, тут вот вертикальная, тут треугольничек, тут крестик. И у меня возбуждается куча всяких клеток, в зависимости от того, что есть в среде. Над ними тут же начинают работать клетки, которые обобщают то, что те навозбуждались, и так дальше, дальше пошло. И клеток же много, видите, для чего такие мощности большие, миллиарды клеток. И тогда очень тонко, можно разложить всю эту среду и хорошо обобщить. Особый тип кодирования. Там нет не такое кодирование, как в IT-технологии импульс за импульсом. Ну и в результате норблевская клетка, видите, 81-й год, редкая, одна из редких норблевских клеток по физиологу. Вот, вопрос только в том, а откуда взялись эти настроенные клетки? Ведь они настроенные везде, и на слух, и на тактильные, и на зрительные. То есть я вот обвожу вас, и там возбуждаются у меня нервные клетки на все элементы, которые здесь есть, и на более сложные, сложные. Там детекторы лиц уже наверху где-то есть, и вот уже, значит, все. И я начинаю как бы чувствовать эту среду, какие-то кружочки, по два кружочка везде, по вертикальной линии, по горизонтальной, значит, потом они обобщают. У нас на задании клеток не слышно. Без микрофона. Что, что? Без микрофона не слышно? Да. Раз, два. Раз, два. Извините, да. Ну, мне контролируют сюда. Вот. Вопрос в том, откуда они взялись все эти настроенные нервные клетки? Кто подстроил в мозгу все так, чтобы как будто бы для нашей среды? Ведь они реагируют на все объекты нашей среды. А вообще-то, говорят, человек мог приехать из такой среды, где нет таких объектов, которые здесь. И, тем не менее, все работает нормально. Откуда они взялись? Вот такой опыт. Две группы котят, только что родившихся, воспитывали в двух разных аренах. В одной арене стенки были расписаны вертикальными полосками, а в другой – горизонтальными. Вот вертикальные полоски, там зеркальный пол, это вот статья в ней написано. И котенок вот крутится, там ест, пьет, все, он живет в вертикальных полосках, откуда-то сверху идущих, откуда-то под пол, там пропадающих. Когда их отпустили бегать в лаборатории, оказалось, что некоторые из этих котят не могут ходить бегать по лестнице, они тычутся мордочками в эти горизонтальные линии. А другие не могут обходить ножки и стулья, они тычутся вертикально. Те, которые воспитывались в вертикальных линиях, у них отсутствуют клетки, детектирующие горизонтальные линии. И наоборот, вот откуда берется настроенность всей этой палитры клеток, их там миллиарды. Из жизни вот что практически нужно, то и настраивается. Но это все делается в очень ранние периоды жизни. Потом перестраиваться трудно, поэтому труднее учить лязы, играть на пианино и прочие все дела в более взрослом состоянии. Потому что там, в начальном, детском возрасте идут настройки воспитания вот этих нервных единиц, которые все-все схватывают. Каждая клетка на себя. Когда я говорю по каждой клетке, это тоже такой, это такая метафора. Потому что, потому что клетки в мозгу не работают поодиночке. Это слишком опасно. Там какая-то клетка настроилась на какую-то мою знакомую, допустим. Ну, мало ли, что там погибла эта клетка. Нет знакомой. Все, я ее не узнаю. Вот, здрасте, здрасте, я ее не узнаю. Потому что клетка погибла. Такой мозг, конечно, не мог себе допустить. Поэтому клетки во всех своих функциях, на функциональных маленьких блоках, они работают десятками тысяч. Ну, как минимум, десять тысяч, допустим. Каждое управление, каждым мелким движением, это сорок тысяч нервных клеток, они массами работают. Но когда здесь одиночными электродами там ищут какую-то нервную клетку, ну, попадается, естественно, одна. Одна из этой, из этой когорты в десять тысяч. То есть, экспериментаторы рады и этому даже. Вот. Не подумайте, что вот на каждую такое отдельное восприятие, отдельная нервная клеточка. Но такие же клетки существуют и для того, чтобы понимать, в каком направлении, например, обезьянка хочет двинуть свои лапы. Оказалось, что есть клетки, которые начинают срабатывать, когда обезьяна задумала двинуть рукой в определенном направлении. Причем очень важно, что она, эта клетка начинает срабатывать. Видите, вот красная стрелочка это, когда она двигает рукой, а клетка начинает заранее работать. То есть, это получается клетка, которая чувствует не движение руки, а намерение к тому движению. Это уже близко к тому, что мы, о чем мы сейчас говорим, близко к воображению. То есть, она только вообразила, что она будет двигать рукой, а уже клетка заработала. Это клетка намерения. Поэтому, значит, мы можем подсмотреть, есть нейронные структуры, которые держат в себе вот этот замысел. Еще нету действия, но замысел уже в голове есть. И вот, ну вот еще одна такая работа, больше не будем, мы их давно немного уже становятся. Вот супруги Эдвард и Мэйгрид Мозер, они сделали очень простой опыт. Смотрите, вот левая коробка, посадили туда крысу, ну там бегают, ну, вживили, конечно, электроды. И вот смотрели, что будет с нейронами, если крыса бегает, там находится в разных местах этой коробки. Ничего не будет. Вот так же они по-разному срабатывали, как на картинке срабатывали клетки у кота. но это продолжалось недолго. Где-то через неделю начали, начала формироваться специализация нервных клеток. То есть какие-то нервные клетки начали срабатывать только там, только в определенных местах этой коробки. Если крыса попадает в это место, срабатывает эта клетка. Переходит в другое место, срабатывает другая клетка. И вот во второй коробке уже вот такими точечками синими показано, что вот как только она входит в какую-то зону этой коробки, в какой-то там круг или квадрат, оказалось, шестиугольник, так начинает срабатывать уже определенная клетка все сильнее и сильнее. Если она выходит из зоны, то эта клетка слабее работает, начинает срабатывать другая. Значит, мозг теперь пометил само пространство, не объекты внешние, крестики, нолики, а узлы пространства в этой коробке. И тогда понятно, что это какая-то такая, условно говоря, GPS-ная система мозга. Крыса, мозг всегда знает координаты, где находится крыса. Ну, это и есть крыса, конечно, это ее мозг, но ему же надо как-то знать, потому что там в разных углах могут подсерегать разные опасности или пищи и так далее, поэтому вот эти координаты надо знать. Мозг всегда знает по тому, какие клетки сработают. И все, смотрите, в 14 июне 14 года статья была их опубликована, а в октябре 14 года Моглевская премия. Я показываю студентам, что тут вообще сложного, вот сделать эту коробку, ну, все этого делал. Просто надо внимательно под наблюдать. Я немножко пошутил, потому что, во-первых, чтобы сделать эту работу, им потребовалось много лет написать такую статью. Там много статистики, всего, крыс надо много изучать, и там прочее. Но главное, у них там был учитель, и вот этот учитель, собственно, задолго до этого, он нашел, что есть такие клетки, которые чувствуют важные места в коробке. Там, в каком-то месте их кормили. Плюс она бегает, 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 и вдруг, если она попадает в это место, где ее кормили, то тут же срабатывает клетка. Возг знает, стоп, 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 все, здесь надо подождать, может, еду принесут, или там еще чего-нибудь. Назывались клетки места. И они приехали, ну, просто аспирантами еще, приехали к нему посмотреть, как это все делается. Но они уже тогда поняли, что, а как искать эти клетки места? Просто хаотически бегать в коробке, там же должны быть какие-то координаты, по координатам. Вот они вместе открыли вот эту такую позиционную систему мозга. Видите, получается, что вот в этих нейронах это не просто какие-то нервные связи. Они, конечно, там общаются через нервные связи, но вот они научаются держать нечто большее, чем конкретные действия, образы пространства, образы направлений, намерения. И все это в конце концов это у человека обнаружено. Есть следки, которые чувствуют разных президентов. Представляли просто картинки президентов разных, в том числе и Владимира Владимировича. Есть статья, где есть его портрет, который тоже предъявлялся этим. И есть клетки, которые срабатывают именно на него, именно на Обама, еще на кого-то, на известных людей. Но не у каждого человека. У кого срабатывает, а у кого нет. Важно, что сейчас мы уже завершаем свое. Важно, что... Сейчас, секундочку. Назад, назад, назад. Очень важная вот эта работа, которая приводит нас к важному заключению. Умозаключение. Вот все эти нервные клетки, которые регистрировались, они же кратковременно регистрировались. Ну вот, показали там какое-то количество картинок, сработало, все, записали, что есть такая клетка, которая работает на эту картинку. Следующая, следующая. Но в этой суете как-то люди не думали, чтобы подержать, а что будет дальше. Подержать электрод у этой клетки и посмотреть, что будет дальше. А дальше оказалось удивительное дело. Где-то там через час может оказаться, что эта клетка перестает срабатывать на вид мыши или на вид какого-то президента. Все, как будто бы она про него забыла. Но какая-то другая подхватывает ее функцию. Где-то. Но это уже, оказывается, занимается чем-то другим. Начинаешь ее заново тестировать, оказывается, теперь она мыши чувствует. Это как-то странно. Мы только что говорили, что жизненный опыт учит и создает все эти связи и прочее. Раньше говорили, что эволюционный отбор эти все коммутации держит. Ничего подобного. Все оказалось подвижным. Просто надо немножко больше подоблюдать. И они постоянно уходят от своих функций эти нервные клетки. Они занимаются где-то через час, через полчаса, в зависимости от того, где там какая система. Они меняют свои дела, меняют свои интересы. А при этом устойчивость восприятия сохраняется. Как мы могли вспомнить какое-то конкретное лицо, так мы и можем, продолжаем это делать. А клетки совершенно почему-то другие уже. Видимо, над всем этим хозяйничает уже некоторая новая совокупность. Такая информационная, можно сказать, совокупность, в которой содержится конструкция, сама конструкция. Как должны перекидываться сообщениями 10 тысяч элементов, чтобы держать под контролем какой-то образ. И это уже не важно. Теперь уже вот эта конструкция сама проверяет себя. Не потускнел ли образ? Если потускнел, значит, что-то там какие-то нейроны знались какими-то другими делами, надо быстренько перетасовать эти нейроны. Еще что-то там, какой-то левый палец почему-то пропал у человека. Значит, надо подсуетиться. Вот эта совокупность, цельность восприятия теперь контролирует себя и заставляет, перекладывает какие-то функции, перераспределяет функции между нейронами, чтобы сохранить свою целостность. Кто это? Это информационная целостность. Что это такое? Видите, она оторвалась от самих нейронов. Вот это вот, кстати, оно и есть еще другие. Показывает, что теперь там существует вторая сущность, а это информационная целостность. Целостность объектов, которые живут в нашей голове. они сами теперь стали организовывать эти нервные клетки так, чтобы поддерживать собственную жизнь. Ничего мистического я не сказал, потому что это функциональные объекты, они нужны нам для жизни. Мы не можем распрощаться с какой-то девушкой, она нам важна. Поэтому да, там, что нейроны не так ведут себя, значит, на другие нейроны посадим эту девушку, лишь бы она сохранялась, она жизненно важна для нас. И вот теперь, если уже переходить к этому факту, спустим, тоже такие подробности, это, ну, можно запустить, да, просто я хотел показать, как у человека изучают воображение. Вот это инфаграмма, которая идет там по 40 каналам, а человека просят что-то вообразить. И мы сейчас находимся в таком же положении, как те ученые в 59-м году, только они с электродом вводили кошки. А мы тут ничего не вводим, вот ставим вот эти датчики на голову и пытаемся разобраться, вот где здесь следы воображения одного, другого, третьего. И я вам уже скажу по секрету, что приходится ездить к специальным испытуемам, которые очень сильно могут воображать, представлять зрительный образ. И теперь нам нужно с вами быстро сделать сборку. Это я пропущу, на следующий времени никакого. Вот такой эксперимент. Сейчас мы его раскрутим. Здесь речь идет о том, чтобы поймать вот этот образ к сигнале. Вот я должен почувствовать, увидеть, измерить. Вот пришел образ. Ну образ же это же так сказать мысль фактически неизмеримый, непротяженный, нет веса, нет заряда, ничего. Как его поймать? Вот такой эксперимент, который мы сделали. Как можно это поймать? Смотрите, что это делается? Это довольно сложный эксперимент. В которых есть такой метод, который может возбуждать нервные клетки карли, активировать нервные клетки карли. Это транскарнеальная магнитная стимуляция. ТМС. Вот у девушки такая катушка магнитная, формируется такой острый магнитный луч переменного поля, который проникает сквозь кость и на определенной глубине вызывает, мы знаем, переменное магнитное поле вызывает переменное активацию нервных клеток. Мы можем очень тонко подойти под контролем томографических карт, подойти к месту, при стимуляции которого движутся пальцы. И вот теперь внимательно, мы уменьшаем этот стимул, пальцы перестают двигаться. Слишком маленькая активация этих корковых нейронов. но вот здесь на мышцах поставлен электрод на руке, который чувствует, что к мышцам команда еще приходит. И виден этот всплеск прямо здесь на мышцах, которые контролируют пальцы. А пальцы уже не движутся. Просто бугоров, который говорит, что стимуляция все-таки приводит к активации этих нейронов коры, они дали команду к этим мышцам. И здесь главное, вот в этот момент мы говорим человеку, а теперь вообрази движение рукой. Рука лежит, он ничего не делает, просто вообрази. И что происходит? Резко возрастает амплитуда этого ответа мышечного. А ведь ничего не произошло. Сила стимула, какая была, такая есть. В природе ничего не изменилось. А почему-то увеличился вот этот ответ мышцы на тот же самый силы. Почему? Пришла мысль. И вот мы ее поймали, вот в этом, что значит пришла мысль. Это означает, вот этот вот, этот вот, надбавка, вот это, ну, мы так называем, пси-элемент, это означает, что действительно воображение, как мысленная конструкция, дополнительно подвозбудила нейроны. они, их возбудимость повысилась, и теперь тот же самый стимул физический активирует больше нейронов. Они уже были готовы, их подогнали, а кто подгонял мысль? Вот это воображение движения. И этот опыт говорит о том, что воображение действенно. Вот здесь прямо найден вот этот контакт между воображением и нейронами. Воображение действенно. если сразу перескочу, если у вас есть мечта, она подвозбуждает определенные группы нейронов, и они начинают функционировать четче, когда есть признаки этой мечты. Вы знаете, видите траекторию, куда двигаться, потому что теперь все обострилось, это сама мечта, здесь очень простой образ движения. Мечта может быть сложной, тогда она подвозбудит соответствующие группы нейронов, которые будут смотреть в этот мир уже более чувствительно, причем на те элементы, которые будут приближать вас к этой мечте. Видите, хоть мы голубом по Европам, но так ментально мы чувствуем, что в этом что-то есть. Это не мистика какая, это реальные мозговые механизмы, которые могут так работать. И реальные какие-то круги, тут остался конечно вопрос, а где же мы видим эту девушку, которую не видим в реальности? Мы же все-таки видим как реальные объекты, все в каких-то одеждах, определенных цветах. Кстати, а как мы распознаем цвета? Насколько я уверен, что там, допустим, это желтый цвет, это красный цвет, это же, я же не вижу в реальности? Ну, субъективно, но что-то подозрительно совпадает. Вот я думаю, нет, это красный цвет. Я спрашиваю, это какой-то, тоже красный, как такое возможно? Если мы в один детский садик выходили, ну, тогда, может быть, мы как-то видели одно и то же, как-то договорились, что это красный. А так-то мы из разных детских садиков, в разных школах, как-то мы все знаем одинаково цвета. в полутонах люди очень сильно ошибаются. Правильно. А почему? Не договорились. А по основе все там договорились. Вот и все. знаем, что это называется красный. Это просто условие договора наше. Мы сговорились между собой. Так что, очень много социальных, социальных. И поэтому, где же мы эту видим девку? Мы ее видим. Здесь, если говорить о нейрофизиологии, на этом мы уже должны совершать. мы ее видим в голове. Ну как? Вот смотрите, что открыли Дельмана Иваницкий. Дельман Иваницкий Алексей Михайлович ныне здравствующий. Они одногодки, но он такой выдающийся отечественный психофизиолог. И он экспериментально разработал Дельман более-менее теоретический. Оказалось, вот такую схему я приготовил. Нет, я неправильно сказал, здесь авторство больше Алексея Михайловича, он нарисовал, я не знаю, что изменил. Здесь вот зрительный вход, это мозг, это мозг, если вот чуть-чуть, вот он, этот мозг, видите, мозжечок, там все как полагается. И вот если теперь схему сделать, зрительный вход, зрительную кору, что-то нам показали через зрительную кору. тут же побежали нервные импульсы, смотрите, побежали сюда, в источную кору. Здесь они чему-то научились, они, здесь начинается опознание по тому самому эталону, о котором мы говорили, там лежат эталоны. А дальше через, это 60 миллисекунд, дальше через какое-то время они прибежали в дипоталамус, там значимость этого объекта по потребности, то есть насколько он нам нужен, не нужен, есть ли в нем потребность и так далее. Дальше побежали выше в таламус и там определяется, есть ли мотивация к этому объекту, нужно ли что-то с ним делать, какая-то есть ли устремленность к нему и так далее. И в конце концов он прибегает к эти импульсы и оказывается это все пути прослежены. Оказывается они попадают обратно на те же нейроны, на те же нейроны вот здесь вот, откуда они пришли. И они попадают через 180 миллисекунд. Но на стартовом этапе другая группа нервных импульсов побежала в лубную корову, во фронтальную корову. Здесь они научились субъективности, то есть что есть персонального, какое персональное отношение к этому объекту. И тут же они вернулись обратно к зрительной коре. и теперь они возвращаются к тем самым нейронам, которые активировались, когда эту девушку показывали. В тем же самым. Они активируют те же самые нейроны. Значит получается для мозга это одно и то же. Что они возбуждались внешней девушкой, что теперь они возбуждаются в точности также внутренними импульсами. Девушка возникает прямо на этой зрительной коре. Но теперь она уже возникает опознанная и какие с ней отношения, почему, насколько она значима, и прочее, и прочее. Она окрасилась полностью. И вот это действительно живой образ, который мы воспринимали из реальности. Просто человек со всеми извлечением всего, что есть в памяти. И это уже воображение. То есть внешнего объекта нет, но горят те же самые нейроны, которые активировались при внешнем воображении. Это полная иллюзия получается того, что мы видим человека, а его реалии нет. Но это делается довольно-таки быстро. за 300 миллисекунд, за треть секунды. Поэтому когда я смотрю на конкретного человека, он еще не ушел до треть секунды. А я его уже вижу. Через 300 миллисекунд теперь там сидит мое воображение. Видите? Если он подвинется, то теперь 300 миллисекунд не нужно. Там нужно всего небольшое количество , потому что он уже оценен всеми кругами. И тут только перемещение мне нужно видеть. И я уже вижу там изображение, воображаемый объект. Каждые 300 миллисекунд, если на это место сядет другой человек, потребуется 300 миллисекунд, чтобы его увидеть на своей коре. А до этого я его не видел. Вот и все. Такая получается круговерия. Но это не вот и все. Конечно, конечно, вот здесь нам нужно завершать, если вы хотите какие-то вопросы задать. Конечно, это далеко не все, потому что мы я не рассказал вам. А что же тогда вот это больше, чем наш мозг? Что такого у нас в мозгу или в нашей психике, или в нашем внутреннем мире, который позволяет все это собрать в такую ценность? Потому что эти нейроны про место детектируют место, детектируют лица, еще детектируют и так далее. Нас же цельно понимать весь этот мир, который нас окружает. Вот что? Какая-то дополнительная функциональная структура, не мозговая, вот функциональная информационно-аналитическая объединение должны интегрировать эти отдельности в некоторую систему. И вот она-то держит под контролем всю сборку. Иначе все рассыпется. Мы не сможем сопоставить даже одного человека, его глаза, нос, уже все рассыпется. А уж не говоря о том, что цельный мир, я кручу-верчу головой, эти 300 миллисекунд проходят, однако вы сидите на месте, не разлетаетесь, ничего. Держат цельность. Так вот, ответ такой. У нас нет сейчас времени разобрать, это требуется еще 30-20. Ответ такой. Мощность мозга такова, что он в силах построить ментальную модель, динамическую ментальную модель внешнего физического мира. Что значит динамическая ментальная модель? Ну, как вот можно сейчас в трехмерном изображении на экране крутить, например, самолет. Каждую заклепочку, каждую гаечку, там все это можно повернуть сюда, повернуть туда, так, всяк. А вообще-то говоря, можно его представить, как он летит. Вот так построен и это модель. Это модель не физическая, это не реальный какой-то физический модель, которую мы запустили, она летает тут у нас. Это математическая модель, она описана каким-то способом. Ну, может быть, уравнениями, может быть, разным способом там можно подойти, в том числе и уравнениями, но раньше это все дифференциальными уравнениями брали, сейчас много чего можно по-другому сделать, можно вообще ничего не думать о нейросетках построить это все дело. И в реальности получается изображение, которого нет, но которое содержит все свойства реального объекта. Запросите там, как ведет себя гайка номер 1829. Вам джик сразу на экране. Такие-то силовые свойства, такой-то износ, такой-то, такой-то. Вот так мозг построил ментальную модель внешнего физического мира. Я закрываю глаза, но динамические свойства этого мира уже там промоделированы. И вы не сможете, когда закончится лекция, так выпрыгивать вверх и на крылочках улететь. Потому что динамическая модель не предполагает этого. Она точно знает динамические свойства людей. И динамические свойства самолетов, которые там где-то летят, которых я даже не вижу. Но в мозгу моем этот самолет летит, потому что он участвует в этой модели. Что-либо, что у нас залетело через органы чувств, оно прежде всего впитывается этой моделью и только тогда нами осознается как объект внешнего мира. Вот тогда только и может получиться вот эта ценность. Каковы следствия того, что у нас в голове эта модель? Они очень простые, она много знает. Раз она модель, она значит может в какой-то мере, на какую-то дистанцию вперед прогнозировать, что будет впереди. она знает, что было в прошлом и может прокрутить назад. Единственное, да, но она может не подсказывать, естественно, потому что если шахматист разбирается с какой-то партией, она богаче того, что он в сознании может держать, потому что она проигрывала много партий. И помнить ничего не надо. Это модель шахматной игры. Значит, те ходы, которые еще не делались, она может вычислить, что такие ходы могут быть и перебирать партии, и перебирать ходы не нужно. Она это сделает на основании ощущений, как должна там позиция, как должна меняться позиция. Так во всем. Поэтому, когда, допустим, сто лет назад Перельман, извините, Пуанкаре выдвинул какую-то гипотезу, очень такую тяжелую, ну, вы знаете, гипотеза Пуанкаре, и кто не мог доказать. В конце концов, Перельман доказал через сто лет. Но это говорит о чем? Пуанкаре тут гений. Ну, Перельман тоже молодец, но Пуанкаре гений в каком смысле? Откуда он взял, что так должно быть? Это очень сложная гипотеза. Он считал, что это верно. Как он ее мог сформулировать? Мадыль ему подсказала, так устроен мир, что так должно быть. А дальше уже доказывайте, как хотите. Видите, и такие подсказки могут быть очень сложными. И вот главная наша проблема, все, это последние сейчас разговоры, главная наша проблема, что мы не умеем разговаривать с этой моделью. Она не говорит на вербальном языке, который мы выучили для общения друг с другом. Но у нас совершенно нет языка и сноровки для общения с этой моделью. Поэтому нам очень трудно прислушиваться к продуктам, которые эта модель иногда нам подбрасывает. Мы их называем интуиция, озарение, пришло в голову, там еще что-то. Это подсказки этой модели. Ничего, ничего там свыше нет. Модель это и есть нечто большее, что собственно представляет собой мозг. Он создал эту модель, но она постепенно, став моделью, она теперь организует наше поведение в отрыве от мозга. Она, конечно, сидит на этих нейронах, но она перевоспределяет и хозяйничает внутри нас. И не надо представлять себе эту модель как некое такое. Это наш психический мир. Он цельный. Назовем его моделью. Спасибо отнимаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ